Российское телевидение нагло врёт, что за русский язык новые власти готовы сажать. Одесский ресторатор утверждает, у него отжимали бизнес, угрожая Януковичем. Он снимался в утомлённых солнцем и фотографировался с Путиным. Теперь он активист удара. Здравствуйте. Хочу вам показать эту бумажку. Вы подобное видели, наверное, и неоднократно. Инструкция по применению медицинского препарата. Берлиплил называется. Вот целая простыня. С двух сторон исписана мелким шрифтом. И всё в украинском языке. Выпущена в 2013 году. То есть при голубой власти. Моя родственница, пожилой человек, жалуется, что ей тяжело это прочесть. Вернее, вообще никак не прочесть. Она русскоязычная. Хочет узнать, какие противопоказания. И не может. На словосочетание похилого Вику она обижается, думая, что это бандеровцы над стариками издеваются. Объяснить, что это переводится не хилой, а пожилого возраста. Так она смотрит недоверчиво. Видно, кваснюк хорошо мозги промыл. О случае этом пишу в интернете. Тут же какая-то активистка Майдана отзывается. Все должны знать украинский язык. Не так сложно выучить. А тут ничего страшного, если не понимаете, что написано в рецепте. То спросите аптекаря, он подскажет. Учиться это же интересно. Но не старикам, не в добровольно-принудительном порядке. Когда деваться некуда. Ты пробовали в аптеке предложить продавщице прочесть вот эту простыню из четырех листов? Когда очередь? Что вам она и другие посетители скажут? Каким оборотом речи научат? В связи с этим вспоминаю рассказы Ярослава Гашика. Автора «Бравого солдата Швейка». Он в революционной России, будучи в политотделе Красной Армии, описывает такой случай. Когда они заняли город Бугульму, один их комиссар выдал приказ. Всему население Бугульмы и уезда приказывают, чтобы все жители города и уезда, которые не умеют читать и писать, научились этому в течение трех дней. Кто по истечении этого срока будет призван неграмотным, подлежит расстрелу комендан города Вера Ахимов. Вечером появилась первая депутация крестьян из Волости. Шесть старушек в возрасте от 60 до 80 лет и пять старичков такого же возраста. Они упали в ноги. Батюшка не губит и души наши. Над неодолит нам грамоты за три дня. Голова уже не та стала. Смилуйся над Волостью. Так и у нас, к сожалению. Понимаю возмущение людей, когда какие-то молокососы говорят, ничего, научитесь. Что тут старики должны ниц падать? А тут еще закон о языках отмели. Клесниченко, Кивалова. И сразу людей беспокойство, гнев. Как это так? Ну, во-первых, проблемы стариков не замечали и при регионалах. Плевать хотели. Оттого рецепты для лекарств на украинском. Никого это не волновало. Народ молча терпел. Регионалы же свои, духовно близкие. А то, что этот закон как в мертвом припарке был, так это мало кого волнует. Помимо того, старый закон был принят с грубыми нарушениями Конституции и регламента. Его отменили. До час российские каналы показали, что тяг не мог. За употребление русского языка готовится сажать в тюрьму. Собственно, голос националистов звучит все громче и громче. Вот сегодня утром один из лидеров националистов, лидер партии «Свобода» сделал даже такое пугающее заявление. Он сказал, что русский язык должен быть запрещен и даже должна быть введена уголовная ответственность за общение на русском языке. Звучит действительно пугающе. Интернет-пользователи сегодня целый день цитируют, что Тегнибок сказал на Майдане. Первое. Должно быть создано Министерство национального самосознания. Второе. Украина должна ввести для русских статус негражданин Украины. Третье. Запретить говорить на русском языке вплоть до уголовной ответственности. На деле же Тегнибок в Верховной Раде сказал следующее. 1989-го року. Это же фактично радянский закон зараз. И нам разом, подкреслюю, разом с представниками усіх национальных меньшин, которые представлены в парламенте, которые представляют усі национальные меньшины в Украине, нам разом треба буде в ближчем часу ухвалить, напрацювать и ухвалить новый закон про мови в Украине, который будет задовольняться усех. Мова государственная, украинская, и не будет... Прошу дати завершите. И я хочу запевнити каждого из вас, что не будет пригничена ни одна национальная меньшина у всех питаниях, в том числе и в мовниках. Я Тегнибоку не особо верю. Но не позволяю себе писать страшилки о том, что Фарион быстро запрещает все русские имена. Что русских будут сажать. На Майдане половина была русскоязычных. Кого сажать? То есть вас опять-таки обманывают. И заставляют брать топор, идти на своего брата. Януковичу от вас это и нужно. Он в сгнании хочет столкнуть вас лбами. Он налился злобой за золотой батон, за парк машин, за все, что не успел это вывести. И он радуется вашему гневу. Если кровь прольется, он вообще заручит от радости. Я спрашиваю любого. Ты что, золотой унитаз Януковича защищаешь? Нет. Ты за то, что постреляли людей в Киеве? Нет. А что ж ты тогда метешься на площади вместе с фашистами и погромщиками, готов избивать людей? Я часто рассказывал о ведрах в интернате вместо туалета. Это своего рода символ неуважения к человеку. А с другой стороны, вот непонятный рецепт еще одного унижения пожилых людей. Может все это прекратиться с новой властью. Может заменят ведра на туалеты в инструкции добавят для ветеранов, пенсионеров русский язык. Все, наверное, видели видеосюжеты из Межгоря. Это небывалая цыганщина и дурно вкусия. Хозяин уже не знал, во что вложить деньги. Что еще налепить? Золото на бриллианты? Ли бриллианты на золото? Сверху еще платиной пришлепнут. Золотой батон. Это вообще нелепица. Бред. Люди отказываются верить в то, что видят. Говорят, он не может быть золотым. Ладно, с дурно вкусием. Откуда там из исконности взяться? Но в каждой золотой побрякушке, каждой нелепице, сотни неспасенных жизней, непропелированных детей, слезы родителей, продававших последнее, чтобы спасти ребенка. Нет ремонтированных жутких больниц. Некоторые защитники антимайдана говорят, а золотой унитаз так и не нашли. Вот ведь. Так что? Янукович молодец. Откуда брались деньги на всю эту золотую дурю? Как написал один умный человек, скажите, это что сам Янукович заказывал дарить ему золотой батон или килограммовую золотую медаль? Сам Пшонка велел рисовать себя в образе Цезаря? Да он слова такого не знает. Ему все дарили. Потакали его дурному вкусу и растущему аппетиту. А вот один из возможных источников этих нетрудовых доходов. Это рекламный ролик азербайджанского ресторана «Восточный дворник». Неплохо снято. Добротно. Видно, люди подходили к рекламе серьезно. Что же им плюс? Значит, и в остальном так же. Тут уж свадьбы справляли. Ресторан набирал популярность, как вдруг – бац! И все закончилось. Пусто, холодно, убыточно. В общем, ресторан, если и не умер, то впал в кому. Поломали все замки. Поломали наружную дверь. Вот это я понимаю. Это тоже поломали, поменяли сердцевину на замке. Начали кидать мы мебель. Ломать мебель мы сняли, забрали мебель внизу. Частная охранная фирма, раздетая под беркут, нанятая как тетушки для ускорения непокорных, в тот раз осталось ни с чем. Атаку удалось отбить. Но спокойно работать не давали. Пришлось закрыть ресторан. Очень тяжело видеть, потому что мы очень много средств, силы вложили, 4 года раскрутить объект. Это только было интересно Космину, начальнику фонда госимушества, чтобы он был закрыт, чтобы тогда было легче забирать. Глава депутатской комиссии по сохранению и развитию русского языка в Одесском горсовете, секретарь фракции партии регионов, Алексей Космин, мелькает в интернет-изданиях благодаря часам за 43 тысячи долларов. Откуда, вопрошают журналисты, откуда такая роскошь? На меня выходили люди. Это Космин, когда начальник фонда госимушества, когда он мне давил, душил. Мне говорили, ты не найдешь правду. Ты не найдешь правду. Он член партии региона, он связан с сыном Януковича. Куда бы ты ни жаловался, это все вернется обратно тебе. Конечный итог, все равно ты потеряешь. Лучше отдай помещение добровольное и уходи. Помещение у строптивца забрали и объявили на него тендер. Он, конечно же, захотел участвовать, но ему опять продемонстрировали мощь государственной машины. Не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. 18 декабря должен был быть конкурс. 10 утра у кабинета заместителя фонда госимушества Аксамитного. Я приехал полдесятого фонда госимушества участвовать на конкурсе. Никого нету. Нету Аксамитного. Нету никого. Подождал до 10 часов. В 10 часов вышла девочка из отдела аренды. Вышла девочка вручила мне письмо, которое было написано, что остранили меня из конкурса 17-го числа, день конкурса. 17-го числа из конкурса. Там было написано, что якобы у меня есть задолженность, не задолженность, пеня, 4700 гривенами. 4700? 4700 гривен. Якобы у меня есть пеня. За это они мне сняли с конкурса. Предприниматели, вышедшие к прокуратуре области на пикет, жалуются на подлог. У них не могло быть задолженности. Да и эта не такая большая, чтобы ее нельзя было погасить. Тем более знаю, что идешь на тендер. Мы позвонили господину Космину, и он нам сказал следующее. Закончилась аренда еще в прошлом году, весной, по-моему. Просто за ними задолженность по арендной плате. А как может недобросовестный арендатор претендовать на заключение нового дела? Хорошее помещение, центры города, да еще после капремонта, хотят, по-видимому, банально отжать. Будем следить за развитием событий. Религионалы сейчас выкидывают голубые ленточки, жгут портреты экс-президента и вопьют о лояльности. Это одни. Вторые, как правило, сидели и сидят на хороших должностях, где и сам себе на часики может заработать и старшему товарищу на золотой батон. Они растерянно оглядываются. Разрушилась вертикаль власти. Наверх деньги нести некому. И что делать, непонятно. С этими двумя видами религионалов нужно прощаться. Причем, чем быстрее, тем лучше. Пока не очухались. Но есть и третьи, для которых партия регионов была ширмой. которая скрывала неблаговидные факты их биографии. Попросту говоря, жуликов, воров, бандитов. Теперь ширма оказалась, как говорят, в местах не столь отдаленных, зашкваренной. Но эти деятели сидят за этой загаженной простыней и поныне. Как правило, чем больше жулик, тем больше он писал гневных воззваний по поводу Майдана. Чем больше вор, тем больше распинался любви партии регионов. и старшие товарищи милостиво прикрывали эту сволочь. И сейчас обоги эта ширма, и все увидят, что депутат на самом деле вор и бандит. Поговорим о депутате Гоффмане, Горсоветом. Сейчас господин Гоффман, конечно, бы перестроился и побежал в революционер. Доказывал бы, что протирал коктейли Молотова на баррикадах. Он не получится. Написал в свое время статью о Майдане. Прочувствованную. Мне, честно говоря, не верится, что он написал. И что в конце, после того, как ругательски отругал всех, кто стоит на Майдане, ну, якобы, он, кто-то за него пишет. Мне хочется процитировать некоторые строчки Евтушенко. с глубоким смыслом, прочтите и задумайтесь. И дальше идет стих. Остановитесь на полдороге, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Не верится, что местный религионал так и запросто цитирует стихи Евтушенко. Я понимаю, там еще из блатной лилики что-нибудь, костерок погас, там, Нинка, как картинка, с фраером гребет. Я хочу Гоффману процитировать того же Евтушенко. У него есть стих о шефе жандармов, к которому попало стихотворение на смерть поэта Лермонтова. Ну, точно про религионалов. Представлю я, как начали все эти гады бегать, на вид с мундира осыпая перхоть, носы табак спасительный суя, и шеф жандармов, главный идеолог, ругая подчиненных идиотов, надел очки, дойдя до строк, но есть, есть божий суд на перстнике разврата. Он строкнул, огляделся воровата и побоялся еще раз прочесть. Господин Гоффман, неделю назад я пригласил вас в студию. Вы не объявились. Еще неделю мы ждем вас, потом уж извините. Наш телефон 34 00 76. Прочел я тут недавно в интернете. Вернулась соседка с Киева с Майдана. Лет около 50 жрать им там водила. Ей на работу выходить, но она не может, со здоровьем плохо. Пошла в поликлинику, врачи посмотрели, говорят, да у вас ломка. То есть, подсыпают людям наркотики, они из-за них и стоят. вот еще одна такая же байка. Она разная интерпретация есть на многих сайтах в интернете. Ее обмениваются люди, тоже верят. Вот что мне мама из Евпатории пишет. Тут у нас одна бабка в Киев на Майдан на заработки ездила. Она бочку стучала и 8000 привезла. Через пару дней ломать ее стала. Пошла в поликлинике, сдала кровь на анализ и говорят, как давно наркотики принимаем, у вас ломка. Бабка так и села. Я же только чай там с кашей ела. Вот обоела, прикинь, 63 года наркоманкой стать. Конец статы. Эта утка гуляет со времен оранжевой революции. Тогда ее озвучила эта батя я стараюсь. Людмила Янукович. Все везде, все американское. И горы оранжевых апельсин. Это на фоне оранжевое небо. Вот такое вот. Да. Это просто, это кошмар. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Люди берут один апельсин, съели, взяли другой. И оно тянется, и тянется рука. Вот сейчас я ехал сюда, в 5 часов были новости. И сказали, на площади массовое отруяние началось. И людей, значит, частые случаи обращения в больницу, людей везут в больницу с менингитом. До чего мы дожили? и стоят, и стоят глаза просто луганые. Вы думаете, если бы это было правдой, то Киселев не нашел бы эту бабушку наркоманку? Из-под земли бы вынул. Чикатило нашел, чтобы на Майдан провести. Так бабушку точно нашел бы. Но такого нет. Не забери еще наркотика, чтобы человек помогал другому, чтобы любил страну, в которой живет так сильно, что сердце изгуди, чтобы шел под пули с гимном на устах. Зачем вы меня спросите озвучивать столь нечистоплотные тупые выдумки про наркотики? Зачем уделять им внимание? Затем что из-за таких выдумок и прочей лжи смешанной с правдой стоят антимайданы. А сейчас третья заключительная часть моего путешествия. Слава Украине! Бейцы, бульончик швиденько! Это бульончик? Конфетки. После суматошной семичасовой беготни по Майдану, по баррикадам, после сажи и копоти, после затаившейся опасности на Грушевского, которую ощущаешь буквально физически, хочется ущипнуть себя, хочется проснуться и выдохнуть с облегчением. Это не могло быть правдой. но нет. Кошмар продолжается. Напряженность одни стала такой реальной, густой, что ее можно нарезать ломтями. Она висит в воздухе. Страх, как запах гари, впитывается в кожу. После шума толпы, молитв, непричитаний, зловечьего молчания изготовившегося Беркута приятно было наконец зайти в палатку удара и буквально свалиться от усталости. А можно еще чай попить с разными добавками от простуды. Здесь уютно и чувствуешь себя защищенным, словно в блиндаже. Тут можно познакомиться с удивительными людьми. Не так давно на Майдане поймали террориста Беркутовца. Пистолет сняли, да, пистолет забрали там. Вот гвозди, вот привязывают пакетом. Остановиться на суд очень тяжело. Ребята, никакого злобосуда! Ребята, тише! Никакого злобосуда! Этот миротворец в тужурке удара Сергей Анисифоров россиянин из Питера актер, да вы его знаете. Добегался Мендяра поганый. Извините, гражданин начальник. Хватит быть, дура. Вона, теперь комната освободится. Литейный. Слышь, у нас проблема. Кнопо идут каких-то по коридору спецы. Морские дьяволы. Теперь медленно одной рукой достаешь нож. Ногой в сторону. Дорожный патруль. Ничего я с ним не сделал. Поступил вызов доставить пьяного водителя. Снимал салоны в боевиках. Играл благодаря характерной внешности бандитов и ментов. про короля эпизодов даже делал Малахов программу. Вся экранная жизнь каких-то киношных потасовках, стрельбе. Ну вот бог занес Сергея на Майдан в палатку удара. И тут на Майдане все это по-настоящему. И потасовки, и стрельба. Он сам снимал все происходящее. А еще на съемках Утомленным Солнцем 2 Сергей познакомился с Путиным. Президент пришел на съемочную площадку. Восторг, благоговение. Есть даже фотография с президентом. Но потом пришло разочарование. Сергей тяжело заболел на съемках сериала Одесса мама. И заболевший стал никому не нужен. В том числе государство. Уехал в Украину под Одессу. Получал тут копеечную пенсию. Революция воспринял всей душой. Поверил на ее. Так и попал в удар в Одесскую палатку. В свете последних событий я, к сожалению, отрицательное отношение непосредственно к Путину. Так как сейчас я лично на своем опыте знаю, что сейчас такое диктаторское государство Путина. Я думаю, там уже как бы уже хуже, чем Лукашенко становится. Намного хуже, потому что все полностью гайки ежедневно все больше и больше закручиваются. Тем более все это пошло непосредственно еще хуже обстановка после всем известных событий на Болотной площади в Москве. негативные отношения сейчас и мне достаточно много пишут сообщения постоянно идут это потоком сообщений со всей Россией, что люди готовы взорваться, но нет какого-то определенного толчка. об этом человеке мы еще поговорим в отдельной программе. Зачем я показываю это? Ведь уже прошел почти месяц, ситуация изменилась, поменялась вся страна. Но появился в Одессе антимайдан, где испуганные и злые люди с гневом ругают и живых, и мертвых. За что? Да за то же самое. Бандеры окружили Одессу, завтра в синагоги пойдут расстрельные списки составлять, снесут памятники Кателине, Дюку и прочее. Я не выдумываю. Ни один антимайдановец написал в интернете. Причем себя он мне чуть ли не мессией, спасителем заблудших человеков. Клинический случай. Меня же пытался всякими последствиями пугать. Бог с ним. Я думаю про антимайдан. Главное, чтобы толпа не сорвала с обезумиями фотосерционального страха. Начала крушить, убивать. Там же есть очень разумные люди. Я бы хотел, чтобы они посмотрели. На Майдане стояли такие же ваши братья, одесситы русскоязычные, если на то пошло. Вы себе даже не представляете, насколько на Майдане много одесситов. Одесситы на Майдане они везде. То есть, если, например, брать рамки, там, вот, одесская палатка и все. Нет. Одесситы участвуют и в штабе, то есть, вплоть от руководящих должностей. То есть, это журналисты, это штабные работники, то есть, координационные. Это и кухня, это и охрана. То есть, много командиров, сотен одесситы. Я даже знаю координаторов, например, там, не буду называть областя, которые, скажем, так далеко от Одессы, но их координаторы это одесситы. Потому что, ну, немножко похвастаемся, но одесситы в вопросе управления и, скажем так, не то, что там управление и остальных, они действительно сведущие. Вот сотник седьмой сотни одессит. У него караульный вагончик, в нем чистота и порядок. Мы говорим о братстве, самопожертвовании и бесстрашии. Довольно таки тяжело, особенно после того, как Беркут начал убивать наших товарищей, наших побратимов с третьей сотни, с одиннадцатой, то есть ребята, которых мы знали, с которыми мы стояли два месяца плечом к плечу и было очень тяжело видеть когда-нибудь. Скажите, кто-то испугался, кто-то уехал? Нет, наоборот. Наоборот, это больше подняло, больше обозлило людей к нынешней власти. А за Одессу скучаете? За Одессу? Ну, конечно. Когда мы вышли из вагончика, на Майдан уже пустилась ночь. Через несколько дней здесь будет ад, огонь, смерть, и победа, и новая страна, а какая она будет, зависит от всех нас. Я уверен, что братство самопожертвования бесстрашие есть и на Анте Майдане. В следующий раз мы обязательно расскажем о людях, которые собрались там. А на этом все. Встретимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok